Накануне Дня Конституции Аналитический исследовательский центр, Евразийский мониторинг и Академия государственного управления при президенте республики Казахстан провели совместную форсайт-сессию. Участвовало более 20 экспертов. Основная цель – встреча и развитие взаимного сотрудничества между Казахстаном и Россией. Тема продолжит наш корреспондент. Аналитический исследовательский центр «Евразийский мониторинг» работает с 2015 года. За это время проведена экспертиза приоритетных направлений в российской экономической интеграции, разработаны перспективные проекты, научные исследования и мониторинг по важным направлениям. Тема нынешней форсайт-сессии – горизонты согласия, будущее Казахстана и развитие межрегионального сотрудничества. Наша задача, так как Северно-Казахстанская область является передовым регионом в формате взаимодействия межрегионального приграниченного сотрудничества с Российской Федерацией, и в преддверии предстоящего 19-го форума межрегионального сотрудничества Россия и Казахстан, мы бы хотели именно в этом знаковом для приграничного сотрудничества регионе провести такой мозговой шторм. Форсайт-сессию, которая будет посвящена перспективам развития интеграционных процессов на уровне межрегионального сотрудничества. На встречи, прошедшие в смешанном формате, собрались ученые, общественные деятели, предприниматели и журналисты. Они обсудили возможности развития отношений Северного Казахстана и приграничных территорий Российской Федерации. Мы собрались для того, чтобы поговорить о том, какие существуют плюсы, какие существуют слабые места и что нужно сделать для того, чтобы их преодолевать. Потому что само по себе то, что филиал Академии государственного управления Североказанской области выступает как раз-таки площадкой для этой дискуссии, это, наверное, очень такой серьезный шаг, показатель того, что система государственного управления готова слышать мнение ученых, готова слышать мнение экспертного сообщества. Центр Евразийский мониторинг ежемесячно проводит несколько аналитических исследований. Опубликовано пять экспертных статей. Все это будет способствовать увеличению возможности сотрудничества нашей страны с другими государствами. Елена Горбань, Айнур Дусан, Анатолий Белонок, Служба новостей.